Скажите, пожалуйста, кто был на первом обучении, тоже там была работа со списком. Единички поставьте, кто был, кто слышал вот это первое обучение. Я как бы сегодня хочу продолжение сделать. Так, три человека, остальные нет. Ну тогда немножко там, чуть-чуть повторим, я не буду вас сильно задерживать. Вот, Марина тебе меня хорошо провела, все объяснила. Так, ну давайте. Итак, значит, работаем уже с людьми с холодного рынка. У большинства, да, лучше получается именно холодный рынок просматривать и приглашать людей именно отсюда. Да, Марина молодец в этом плане. Итак, давайте посмотрим. Коротко, да, о том, что у нас было на первом занятии. Итак, мы говорили о том, где взять людей, да, я вот сделала скан, посмотрите, как раз вот эти вот четыре слайда, на которых мы останавливались, и я говорила об этом, да, как составить список знакомых, пользовались таблицей. Вот, дальше рассматривали использование карточек при работе со знакомыми, да, со списком, тот, по-моему, из девчонок сказал, как в больнице. Вот. И обзвон по списку знакомых или рассылка сообщений. Мы тоже этот вариант рассмотрели. Давайте пойдем дальше. Сегодня давайте рассмотрим именно, как работать со списком. Я немножко взяла такой вариант, где не просто работать со списком, а что говорить при работе вот именно с холодными контактами. И откуда можно вот взять, то есть, сегодня говорим о том, чтобы вы не переживали, да, кого пригласить, чтобы ваш рынок, ваших претендентов, партнеры расширялся, и чтобы вы могли об этом еще рассказать своей команде. Итак, что такое список имен? Ну, во-первых, список имен – это именно наш рынок потенциальных партнеров, да, которых мы в данном случае как раз вот чем мы конкретно и занимаемся, когда постоянно вот в соцсетях и на досках объявлений работаем. Конкретно давайте холодный рынок. Что это такое? Ну, во-первых, это безграничное эффективное пространство, да, на которое вы уже входите из своей уютной комнаты, да, сидя за своим ноутбуком или компьютером в своей зоне комфорта. То есть, это такое, ну, как сказать, место свободное, да, которое, в принципе, можно вот перелопатить, можно так сказать, да, без проблем сидя столько, сколько вам хотелось бы. Так, ну, давайте рассмотрим первое. Об этом у нас говорили уже и не раз, да, это всемирная паутина знакомых. Итак, вот наш мир, да, в котором мы живем. У нас есть свои родственники, друзья, знакомые. А теперь смотрим, у каждого друга есть тоже, да, о чем мы говорили, свои родственники, друзья, знакомые. У знакомых свои родственники, друзья, знакомые. Поэтому получается, что как бы заочно мы с вами знакомы со всеми людьми, со всеми знакомыми, которые вот эту сеть нашу образовали. Спасибо. Вот, поэтому у нас есть вот этот вот весь наш мир, который мы сами образуем. Вот он, вот, как сказать, вот мы и дальше уже пошла сеть наших партнеров, друзья, родственники, знакомые. Все. На это нужно обращать внимание и в первую очередь работать именно с этими людьми. Когда, потому что, если вы работаете, то вы знаете, что наши лидеры всегда говорят о чем. Если ты не можешь зайти в интернет, у меня просто есть такие потенциальные партнеры, да, которые говорят, я не могу в интернет зайти. Я говорю о том, что ты не можешь зайти, но у тебя же есть знакомые, которые могут зайти, да, в интернет, причем у них будет отличная связь, созвонить с ними по телефону, они дальше будут находить своих знакомых. Вот поэтому, таким образом, мы с вами можем спокойно уже в любой точке, да, земли уже попасть туда, куда нам нужно. Дороги у нас, в принципе, по всей России, Россия большая и мир еще больше. Так, ну давайте дальше. Итак, что я здесь выбрала? Значит, давайте рассмотрим, каким образом теперь можно с людьми этими контактировать. Первое, это возьмите рекомендацию у третьего лица, ну, слова знакомые уже, да, знаешь ли ты, кого-нибудь, кто интересуется дополнительным заработком, вот, кому можно этот вопрос задать. Пошли в магазин, задали знакомому продавцу, с которым здороваетесь, каждый, там, каждый день, да, приходите к ним покупать продукты. Дальше к парикмахеру каждый месяц ходите, да, можно ему вопрос этот задать, соседу по лестничной площадке можно это задать, этот вопрос. Вот, кому еще, в принципе, очень много людей, да, любой знакомый, который нам говорит, здравствуйте, да, мы ему можем этот вопрос задать. Естественно, какой ответ мы можем получить? Ну, сто процентов. Либо да, знаю, а что надо делать, да, либо да вроде нет. То есть, чаще всего да вроде нет, говорят те люди, которые хотят от нас отредаться. Вот это я вас точно знаю. Вот, а те, которые к нам относятся, вот, лояльно, дружелюбно, да, они всегда скажут, да, зачем знать, знаю, вот, тот, кто, тот, кто, да. И вы уже можете таким образом, во-первых, заинтересовать его, потому что он будет спрашивать, а что это за такое дело, такая работа, да, что за заработок такой. То есть, он тоже, как бы, услышит эту информацию. Причем, такой возможен вариант, что вы будете, рассказывая вот этому третьему лицу, да, о дополнительном заработке, заинтересуйте того, кто это услышал, стоящий рядом, например, через которого, допустим, происходила вот эта вот встреча по данной теме, допустим, по этому делу. Вот, можно вот таким образом. Второй вариант, какой еще? Это выход на людей с конкретными интересами. То есть, какие-то люди, да, ну, во-первых, виртуальные клубы по интересам. Я тут написала интернет-мессенджер, можно, вот. Это могут у нас быть, выходит, это могут быть у нас мамочки из декрити, да, мы обычно с вами, вот, например, в ВК я захожу, если захожу в эту группу конкретно, да, вот в этой группе я могу найти людей, которые интересуются именно дополнительным заработком. Дальше. Я могу зайти на подписчиков газет и журналов по интересам. Кто еще у нас есть? Ну-ка, помогайте мне. Кому вот за 30 до 70 лет, да, можно вот, например, на такие зайти клубы, да. Да, дальше. Это музыкальные какие-то группы. Если вы любите, допустим, слушать какую-то музыку конкретно, да, вы заходите в эту группу и уже находите своих потенциальных партнеров, общаясь таким образом. Ну, какие вопросы могут быть, какого плана. Вот интересуетесь ли вы, да, конкретно сами. Но это, естественно, используя, знаете, вот какую структуру. Сначала общаемся с людьми, из холодного переводим его в теплый, да, контакт, и потом уже задаем соответственные вопросы. Либо, как вот, знаете ли вы, да, кто может нуждаться, допустим, в дополнительном доходе. Вот таким вот образом можно выйти на таких людей. С этими людьми вам общаться будет, во-первых, интересно, а во-вторых, и удобно, я так сказала. Потому что вы знаете, о чем поддержать разговор с этим человеком. Третье. Это использование готовых списков имен. То есть это уже какие-то целевые группы. Например, объявление о продаже автомобилей. Если вы автомобилист, и вас эта тема интересует, да, вы можете зайти на эти объявления и найти тех людей, которые продают автомобили. Чаще всего это предприимчивые люди. И любые вот предприимчивый человек, да, профессионал, 20% из них, они недовольны тем, как они живут. Почему это происходит? Потому что чем больше у нас появляется возможность заработка, да, тем больше мы хотим еще заработать. Чем лучше мы сейчас живем, тем лучше еще хочется потом жить. Вот. Поэтому в любом случае человек, который ищет в жизни что-то, да, лучше старается. Ну, допустим, для чего мы продаем машины, да, чтобы лучше купить, да, из простой, допустим, машины, переходим на иномарку и так далее. То есть меняем машину именно потому, что хотим еще лучше. Вот именно к таким людям можно обратиться. Дальше. Если вы, допустим, заходите на, как сказать, работа с преподавателями, например, да, и вы преподаватель, можно с такими людьми пообщаться именно потому, что, опять же, вы знаете, как с ними вести разговор. Ну, например, вы можете обратиться к человеку с таким текстом, да, люди с такими навыками, как ваши, могут иметь большие успехи в этом деле, которые я сейчас развиваю. То есть вы как бы человека уже заранее даете ему установку на положительный момент, да, то есть подбадриваете его, он уже доволен тем, что вы ему сделали комплимент, да, естественно, он вас будет уже слушать. Поэтому вот таким вот образом, опять же, можно найти подход к любому человеку из этой категории людей, да. Дальше. Найти имена бизнесменов банкротов. Для чего это, например, нужно? Ну, естественно, это вот, Марина говорила, да, еще кто-то говорил, что они уже пробовали в свободной жизни именно самостоятельно заниматься каким-то бизнесом. Да, я, например, не занималась бизнесом никогда, для меня это ново. А есть люди, которые меняли компании, меняли там различные дела, то есть с одного дела на другое, пытались одно дело развить, другое, не получалось. Можно к таким людям подойти. Сейчас вы знаете и понимаете, что бесплатно редко что бывает, да, у нас есть такая возможность заплатить 140 рублей, 149 рублей и начать свое дело без вложений. Вот поэтому такая идея таких людей может привлечь и без рисков банкротства они смогут это дело развить. К тому же компания нам помогает, да, всю логистику, документацию и доставку, она все это делает. Никаких бухгалтеров не нужно, не нужно подсчитывать деньги, все уже подсчитали вам и доход ваш высадился. То есть ваша задача только вот, как мы говорим всегда, товарооборот создавать, ищем, да, потенциальных партнеров. Вот, пожалуйста, то есть из этих людей мы тоже можем здесь выбрать именно по причине того, что они хотят свое дело иметь. Они недовольны той жизнью, в которой живут, они не хотят идти на найм работу. Дальше, четвертое. Ищите организации по интересам. Ну, например, какие организации? Ну, есть много сайтов, допустим, на которых есть еще отдельные странички, например, для тех людей, которые разбираются в компьютерах. Я вот, например, знаю такой сайт, там очень много и с компьютером связан, там еще с чем-то, да, баскетбол, например, да, спортивные какие-то сайты, рыболовство, если кто интересуется этим. То есть вы выбираете себе людей по своим также интересам, да, чтобы опять же суметь общаться с ними, то есть вести диалог. Вы сначала ведете диалог, знакомитесь с людьми, даете какие-то советы, спрашиваете какие-то вопросы, задаете, допустим, вам что-то непонятно, да, или выводите просто на разговор. Вот, и таким образом, зная психологию тонкость вот этого человека конкретно, да, вы уже можете ему предложить свое дело. Вот, и предложить дополнительный заработок. Вот, таких людей можно разыскать в соседнем районе, в городе, в другом, да, в другой стране. То есть самое главное, вот, знать психологию людей именно вот из этой структуры, которая именно интересуется тем же, чем интересует... Так, дальше. Пятое. Посещайте мероприятия. Те, что у вас проходят. Посещайте с целью, опять же, знакомиться с людьми, с новыми, да, встречать знакомых своих, которых еще не видели, или тех, которых нет в соцсетях, допустим, да, и позволяйте людям с вами знакомиться. Легко вступаете в разговор, общаетесь. Значит, в каком стиле здесь может идти, да, вот сам разговор. Познакомились, поговорили, допустим, да, привлекаете дело, дело сразу же человека не нужно. Обменялись визитками. Для чего меняемся визитками? Ну, во-первых, даете свои контакты, да, у этого человека будет ваш телефон, ваш скайп, вот, он будет знать, где вы живете, да. Да, и в обратную, получается, сторону вы получаете потенциальные номера телефонов потенциальных партнеров, да, то есть вы в любой момент потом можете к этому человеку обратиться. В двух словах не надо рассказывать о деле, вы это тоже знаете, да, что проще вот сказать, я вот занимаюсь, да, таким-то делом. А потом давай договоримся, созвоним, ну, в двух словах это как-то вроде нехорошо, о делах так не говорят. Все, создаете интригу, да, человек знает уже, что вы чем-то занимаетесь, да, и, естественно, ставите вариант, вот, когда тебе удобно, да, допустим, завтра или сегодня, там, в 10 часов или, там, допустим, в 19 часов, да. То есть по-разному, ставите человека в такую ситуацию, чтобы он отказать ему, вот, то есть или, или, другого варианта нету. Вот. Дальше. Шестое. Идите на холодные контакты. Каким образом, что это такое? Ну, во-первых, самое главное здесь заключается в том, что вы являетесь инициатором того разговора, который сами же и создали. Так как вы являетесь инициатором, вы можете этот разговор направить в любое русло, которое вам пожелается, да, и этот метод вы можете использовать, вот, в разных местах, даже в незнакомых. Поехали вы в другой город, да, или поехали вы, там, в соседний сего, допустим. Вот. Каким образом ведется разговор здесь? Ну, во-первых, давайте скажу сразу же, что можно экспериментировать различные варианты. Спасибо. Какие варианты? Я вот вам дам несколько, а вы уже там, как бы, сам вариант уже найдете, какой получше, да? Ну, во-первых, привязка к результату. Нет никакой привязки, но в смысле, что вы конкретно ждете от этого человека, что он вам скажет. Да, я приду к вам. Нет. Такого нет. Вот. И еще второй момент, это вы сможете обратиться к любому человеку следующим. То есть, как у нас говорят, да-да, нет-нет, следующий. Да? То есть, вы можете перебирать людей из большого количества. Вот давайте посмотрим, каким образом. Кстати, эти варианты работают. Так. Мне самой понравился этот вариант, я хочу испробовать. Марина на днях, по-моему, говорила о том, что девочка там у нас какая-то с коляской ходит, да, с ребенком гуляет, подходит и спрашивает насчет дополнительного заработка, да? Нужно, не нужно. Вот. Вот это вот что-то вроде этого, но немножко с другой стороны подход. Например, значит, общение со случайным знакомым, да? Ой, со случайным незнакомым человеком. Итак, здесь вариант такой. Допустим, вы начинаете общаться. Ну, где это может быть? Сейчас у нас очередь есть. Ну, есть, наверное, где-то в магазинах можно, да, очередь там. В парикмахерских можно очередь увидеть. А увидеть, где еще. Ну, в любом случае, встречайте такие места, где собираются люди, кучкуртся, да, и можно с ними начать разговор. Поговорили с ним, ты чем занимаешься, а ты чем занимаешься? Вот вы говорите, я продаю образ жизни. Да, в больнице, совершенно верно. Продаю образ жизни. Каким образом, как это спрашивать? И все, вот вам, пожалуйста, толчок к тому, чтобы рассказать, как сказать, о том, чем вы занимаетесь. Но, опять же, меняемся визитками, то есть создаем интригу, да, говорим, что в двух словах мы об этом не говорим. Вот, назначаем встречу в другой какой-то раз обязательно, чтобы человек еще раз к вам пришел, еще раз, допустим, да, чтобы вот близиться получше с этим человеком, и вы можете уже потом поговорить о деле уже вперед. Вот, например, как тут, да, вот, пример, да. Например, в магазине примеряете обувь, да, продавец вас хорошо обслужил, вы видите, что человек вполне ответственно относится к своей работе, вы ему говорите, насколько вы довольны тем, сколько здесь зарабатываете, да. Вот, если человек идет на контакт, разговаривает с вами на эту тему, вы говорите, у меня для вас есть серьезное предложение. Так как вы, вот, ответственный человек, да, подходите к работе ответственно, вот, не желаете, вот, мне нужен такой человек встретиться и поговорить на эту тему. У меня есть вам дело. Ну, все, во сколько заканчиваете, то есть тут же человеку даете уже посыл на то, что вы готовы с ним встретиться по своей работе, ну, или, допустим, завтра. То есть, таким образом вы, вот, даже вот здесь вроде бы никакого нету там, я не знаю, никак в соцсетях, да, ну, вот, вы общаясь с человеком уже, видя, какой это человек, мы же все равно с вами подбираем все партнеров, которые нам будут комфортно тоже, да, с которыми мы сможем работать. Вот, пожалуйста, вариант. Человек ответственный, значит, можно его пригласить. Я бы не сказала, что прямо в магазине они там все хорошо получаются. Вот. Дальше. Приезжая в незнакомый город, например, да, или там в район куда-нибудь, как я, например, можно найти людей по объявлениям, которые сами приглашают в свой маркетинг. Каким образом? Например, вы звоните ему, да, и говорите, мы с вами работаем в одной индустрии и должны знать друг друга. Давайте с вами встретимся и поговорим, мы же люди коммуникабельные. Если там человек начинает спрашивать, какая там компания, вы говорите, а, вы слышали об этой компании, ну, если не от меня слышали, то вы ничего об этом не знаете. Давайте мы с вами встретимся. Все, назначайте встречу, человек пошел на контакт, пообщались с ним. Не факт, что он прям так хорошо зарабатывает, да, допустим, в той компании, где он есть. К тому же, если человек отказался, вы можете расширить круг знакомых. Расширить круг знакомых, опять же, мы получаем новых потенциальных партнеров, которых можем пригласить к тебе в компанию. Дальше. Есть объявления, в которых написано, прочитать, да, не предлагать. Вот. Чаще всего это те люди, которые сами не понимают, что такое MLM. Я, кстати, сама попыталась позвонить и делала обзвоны по телефону по своему, по своей области, региону. И, действительно, специально позвонила человеку, женщине, которая написала, что сетевой бизнес, этот маркетинг не предлагать. Стала узнавать, спрашивать. Человек вполне адекватный, без всяких там каких-то закрутасов. Все хорошо, мы прямо обсуждали. Причина была в том, что, она говорит, мне нужен доход вот сейчас. Я понимаю, что сетевой бизнес связан с тем, что нужно набирать обороты, и я доход получу не сейчас. Мне вот нужна такая работа, чтобы вот именно вот сейчас я получила зарплату. Ну, ради бога, нет, нет. Вот. Оставила контакт и сказала, если нужна будет такая возможность, то, пожалуйста, я вам помогу. Все. То есть, здесь вот, допустим, предлагает другой вариант. Я хочу предложить вам сетевой маркетинг. Это серьезный бизнес. Я приехала из другого города. Сейчас создаю здесь, допустим, деловую команду или развиваю, расширяю интернет-магазин, да. Предлагаю встретиться завтра. Вот вам во сколько удобно? В 11 часов, в 16, да. Человек, опять же, делает выбор. Вот. Дальше. Еще очень интересный момент. Мне он понравился, я хочу его испробовать. Например, в незнакомом месте где-то, да, и задаете, просто вот встречный человек попадается, вы у него спрашиваете, как пройти, допустим, главпочтамп, или как пройти до магазина, там, допустим, пятерочка, да, или как найти здесь парикмахерскую. Разница, в принципе, лишь бы, как мы говорим, в разговор, да, вступить. Вот. Человек, если вам объяснил, доступно, понятно, видите, что общительный человек, да, и говорит спасибо. Для такого внимательного общительного человека, как вы, у меня есть деловое предложение. То есть, таким образом может завязаться, опять же, какая-то встреча, да. Вот. Хочу попробовать. Вот именно этот вариант мне очень понравился. Так, ну и давайте рассмотрим, почему же так важно, да, составить именно список имен. Итак, первое, это разгрузить свои мозги. Почему, да, причина какая? Мы с вами все время держим в голове тех людей, которых не записываем. Если вы их записали, вы уже как бы скидываете эту информацию, да, не загружаете свой мозг. Второе, знайте, что эти люди уже на вашей таблице, да, или вашей тетради. Открываете, когда вам нужно, и уже прорабатываете этих людей. Второе. Большой список имен позволяет вам не бояться отказа, так как у вас имен много, да, вы понимаете, что да, да, нет, нет, следующее. Вы знаете, что у вас впереди еще, ууу, там 2000 человек, да, в списке. И вы начинаете уже легко к этому относиться, ко всем отказам. Так, дальше. Составив список имен, вы убедитесь, насколько безграничен ваш потенциал. То есть вы уже чувствуете себя уверенно. У меня их много, я все сделаю, у меня все получится, да. Поднимаете уже сама цену. Дальше. Научите свою команду составлять списки имен. Вот если научите составлять списки имен, то дальше, следующий этап, это научите работать подпиской. Либо обзвоны, да, либо контакт еще каким-то образом, где-то что-то заполнять, да, рекомендует всю таблицу подряд не заполнять, оставлять свободные места. Потому что можно будет в любой момент вспомнить человека и выкидать его, да, повышение. Так, пятое. Запишите человека, которого вы не знаете по имени. Бывает такое, что человека встретили, познакомились, пообщались, но либо не познакомились так, что вот прям по имени у меня, например, бывает такое. Либо вы забываете, как его зовут. Ну вот на лицо знаю, да. Но вот не скажу, что прям вот знакомо, общаться, допустим, в магазине там где-то общались, в больнице, допустим, кто-нибудь, да. Вот, но напишите его. Почему? Потому что если вы его запишите, то придет такое время, что вы найдете человека, который его знает, да, и вы сможете его уже пригласить в свое дело. Вот. Что еще хотела добавить? Любой телефонный звонок, любое деловое предложение, вот о котором я говорила сейчас, да, что у меня к вам есть деловое предложение, должно длиться, ну, максимум полторы минуты. Потому что именно доказано, что на вот этих полутора минутах именно самым таким интересом нужно заканчивать разговор. Вот. Чтобы потом человек уже к вам вернулся именно. А если вы уже будете продолжать дальше, то получится так, что у человека интерес пропадет, и он, возможно, не перестанет, и, возможно, не придет. Так, ну, давайте подведем итоги. У меня здесь два итога. Первое. Научитесь контактировать с людьми. И второе. Научитесь их понимать. Понимать их психологически. Вот. На этом у меня все. Спасибо вам за... Спасибо. Продолжение следует...